Сергей, добро пожаловать в Самару. Первый вопрос, как так получилось, что ты перешел в Крылья Советов? Спасибо. Я тоже очень рад, что оказался здесь. Как получилось? Ну, Алексей Николаевич Сафонов, агент мой, позвонил, сказал, что ведет переговоры по поводу моего прибытия в Крылья Советов. Я обрадовался, сказал, что жду хороших новостей. Через минут 15 он мне перезвонил, и я выехал сразу сюда. Каждый спортсмен – амбициозный человек. Какие цели ты ставишь перед собой, переходя в Крылья Советов? Ну, цели постепенно. Нужно сначала набрать форму, да, и такие глобальные цели – это помочь команде достичь тех задач, которые перед ними стоят руководство, болельщики. Так что сообщая, думаю, мы все это сделаем. Буквально этим летом Россия приняла Чемпионат мира. Самара был одним из городов-организаторов. Посетил ли ты один из матчей, и удалось ли посетить именно Самару-арену? Может быть, на матче СССР был? Во время Чемпионата мира не удалось мне посетить матчи. Так что смотрел все по телевизору, болел, переживал. А да, я был на футболе, был на матче Крылья Советов ЦСКА. Фантастический стадион, фантастическая атмосфера. Так что ребята молодцы на поле, играли от души. Так что я думаю, что все у нас получится, и добро пожаловать на футбол. Ты провел уже первую тренировку со своей новой командой. Какие эмоции, как атмосфера, как тебя приняли в команде? Ну, это вообще такие, как первоклассник радовался, что я снова в команде. Такой хорошей команде, как Крылья Советов. Приняли ребята нормально. У одной части была восстановительная тренировка, а у другой работали. Так что все отлично, в рабочем порядке. Готовимся к Оренбургу. Был ли знаком до этого с нашим вратарским цехом, в том числе с тренером вратарей? Знаешь ли его требования? Ну, я, наверное, у всех вратарей одинаковые требования. Не пропускайте. Так что я с Викторовичем Рожковым. Мы еще пересекались в первой лиге. Играли друг против друга. Он за Ахимки, я за Альжи. Так что с ребятами я заочно знаком. И с Женей, и с Георгием, и с Мишей. Так что знаю, что очень будет большая конкуренция, высокая. Так что нужно запастись терпением и работать, работать, еще раз работать. До этого ты приезжал в составе Рубина в Самару. Наверняка не было времени с городом ознакомиться. Вот как сейчас обустроился, может быть, как Самара, на первый взгляд, летом? Ну, я знал, да. И Денис Скачук мне рассказывал, Сережа Корнеленко, когда они в Рубине были, да. Рассказывали про Самару. И Леша Поляков рассказывал, что это прекрасный город. С прекрасной набережной, да. С прекрасными болельщиками. Футбольный город с большой историей. Так что я думаю, у нас все есть, чтобы выполнить те же задачи и радовать болельщиков хорошей игрой. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.